Девушки, милые создания. В Sims они строят дома, создают семьи, терзают людей в подвалах. Я не хочу быть стереотипным, но именно большинство женщин играют в Sims. И вы, наверное, думаете, что это типичное. Но если говорить о YouTube-каналах, то мной было замечено, что как раз-таки парни-ютуберы чаще устраивают всякие гачи-мучения для своих симов. А девушки как раз-таки больше занимаются созданием симов и постройкой домов. Ну да. Ну и оба пола занимаются всякими челленджами, типа 100 детей, из нищего в богача, и вот это вот всё. ...симулятор жизни, которым мы, парни, обычно создаём толсту нежить и топим её в бассейне. Однако мы с вами, наивные, даже не знали, чем они там занимают. Там был Дэдпи? Просто спросите любую свою знакомую, играющую в Sims, про мод Вики Твимс. В 100% случаев он у неё установлен. А, вы не знаете, что это? Этот мод не просто... Нет, мы не дошли. Ты сейчас узнаешь. Ты знаешь, но он у тебя не установлен. ...позволяет реалистично смотреть на подключение друг в друга. Так ещё и поддерживает более 20 тысяч анимаций. Да, скромные девочки любят такое. Ну, а правда вот... А какая нахуй разница? Мне нравится такая... А, девочки, это, это типа из разряда девочки должны пукать звёздочками и рыгать бабочками? Ну, судя по всему, да. Он не знает, а сколько мы любим всякий кринж. Я, например, смотрю одну девчулю. У неё, короче, есть сохранение, в котором её персонаж живёт в квартире. А у неё, короче, есть там потайная комната, в которой живёт сталкер, который за ней следит. За её персонажем. А её персонаж — знаменитость. Стримерша известная, типа. Класс. Или что-то такое. Короче, знаменитость. Найс. А чел там живёт для того, чтобы подглядывать за ней. Да. Ну, я же... Тут просто я к тому, что непонятно. Это он просто сделал рофильный стёбный ролик, или он правда так думает? Что ебать-ковырять девушки не любят посмотреть на голые тела или ещё что-то. Вы ещё скажите, что девушки это, фасолину не теребят. Что, по-вашему, весь этот кастом-контент создаёт порой очень сомнительных моральных свойств, в том числе и сами именно моды на геймплей? Это не это тем, что мод добавляет прокладки и женские дни для реализма. Нереалистично. Также в этом моде можно работать вебками, а на ТВ и компах есть занятные интересные фильмы, снятые в самом Симсе. А Симс не так уж и плохо. А, то есть я угадал, блядь, что это дэдпи. Блядь. Как же всё плохо со мной. Магнус, 31 плюс 37 будет 38. Дно этого айсберга страшнее, этот мод настолько доработ... Верь мне, я программист. Так уж и плохо. Но дно этого айсберга страшнее, этот мод настолько доработали, что дело дошло до режима фракства и изна... Когда я установил этот мод в свою геймерскую семью, дед с Каргасом начали без перебоя подключаться в нас, без нашего разрешения. Круто. Стоп, а это ж чел, по-моему, который в роликах у Каргаса появлялся. Да. Точно, я думал, блин, лицо знакомое. Блин, я вспомнила этот, короче... Вот этот... У этой же геймерши есть сохранение, она играет одним тем же Симом, Симкой, точнее, собой. Вот, где она, короче, стала серийной МП. Класс. Вот, но её жизнь закончилась. Она же вышла на улицу, у неё постоянно стали врезаться автомобили, и в конце концов она всё-таки это... Умерла? Да. Так, ладно, всё, значит, ролик... Раз этот чёл знакомый с Каргасом, я начинаю... Это, я понижаю план дышнильности и просто воспринимаю ролик как Рофл. Ну, конечно. Каргас, я устал, хватит. Иди сюда, мой мальчик! Остаётся задаться вопросом. Девочки, а для чего вам это? Осуждаю! Девочки любят ЯОй. Осуждаю! Запрещённая организация в Российской Федерации. В моде также присутствуют стрельбары, карьеры актёров и самое странное мужик, подглядывающий за вами в окна. А если персонаж мужской, то женщина... Я вам так скажу, без модов вообще-то можно подглядывать и вламываться в хаты. Есть даже такой челлендж, типа, построить себе хату за счёт того, что ты обносишь чужие хаты. Мужик, подглядывающий за вами в окна. А если персонаж мужской, то женщина будет наяривать свою балалайку. Женщина в окне! Мерзость! Ну а... Отвратительно. Продолжайте. Самое страшное, таится в глубинах этого мода. Русский модер под ником MagicBot проработал не только мужские и женские тела, а даже создал детали определенных частей тела у маленьких личинусов. И это уже не шутки. Только спустя множество скачиваний мод снесли. Но части этой модификации так и остались в интернете. И у меня теперь вопрос к другим людям. Те, кто скачивает данную модификацию, больные на голову человеки. Я даже фул этого в телеграм скидывать не буду. Но и это... Ну, кто-то, возможно, просто хочет, хотел полную варя... Ну, типа, полностью, чтобы у него, когда симы раздеты, чтобы все было как в реальности, добиться полного реализма. И то, что эта модификация появилась, это не обязательно... Я к тому, что не обязательно ей пользовались извращенцы того самого толка, а просто, ну, типа, для полного реализма кто-то мог ставить. Ну, это же... И просто показать, что этот мир безжалостен, как с... Это, к сожалению, не все. Самое ужасное, что некоторые сделали аддон на то же самое с животными. Кошечками там, собачками. Больная фантазия людей привела к тому, что бедных котеек не оставили без внимания. И тут уже точно можно сказать, что кошечки не... И это я еще молчу о том, что Вики Твимси совершенно спокойно присутствует инцест. И подключение среди подростков просто в голове не укладывается, при каких обстоятельствах это может быть милым. И более того, еще один мод на беременность позволяет залететь даже 15-летним. Я, конечно, понимаю... Стоп, а этого что, нету в обычном Симси? Только совершеннолетие, Более того, в четверке, в обычной, без Вики Твимса, в ней подростки выглядят примерно так же, как и молодые Симы. Чего? И просто на улице ты подходишь, потому что пока не посмотришь на инфу над ним, ты не поймешь, подросток он или молодой. Ну, слушай, как в жизни. А иногда и невзрослый. Да! А вот, допустим, в третьем Симсе там было сразу видно. Там подростки были вот такими нескладными. И единственное, что у них, что мэччилось у них со взрослой жизнью, что они могли устроиться работать на неполный день. Ну, вообще, странно, конечно. Стоило сделать разные варианты, а не вот так вот, что только тот вариант, что подростки никак от взрослых, ну, от обычных молодых людей не отличаются. Типа, должны быть и такие подростки, и всякие подростки, и этакие. Ну, как в жизни, короче. А можно еще наебать систему, чтобы, допустим, был молодой у Сима, у него ребенок-подросток. Еще один мод на беременность позволяет залететь даже 15-летним. Я, конечно, понимаю, что любимое ТВ-шоу девочек это беременно в 16, но Симов-то за что? Они ведь не могут убежать за хлебом. Блин, да все рофлов ради забавы для господи. Куда я пасю? А это наши бустеры, благодаря которым существуем мы, существует канал, и есть все, что, в общем-то, вы смотрите на этом канале. Большое спасибо, ребята, что поддерживаете нас. Симс вообще славится. Я вас позаботился о своем Симсе, он туда накинул модов и на визуал, на графоне, и у меня, допустим, Симс выглядит гораздо более обычно. А на него частенько накидывают такие, типа, блюры и более размытый, более такой и более теплый вид. То, что он, типа, выглядит более таким ламповым. Это вот как у него, типа? Ну, вот не на как на этом футаже, а как когда там подключение происходило. Я разницы не замечаю. Я хорошо замечаю разницу. Одинаково выглядит. Симулятивностью в нем реалистична жизнь отнош... Ты про вот это вот, да? ...вотопрошение и даже работа. А ну в подвал, быстро! И некоторые девушки ставят вот хуэ и там, позволяющие работать самой древнейшей профессией. И нет, это я не про стримерш. Хотя я и тоже... А, там можно клуб свингеров организовать, кстати. И даже вполне себе без модов. ...можно. Мод позволяет заниматься взрослыми вещами, стоящими на грани здравого смысла и морали. Я бы и самый рад был работать на пилоне, но подвал есть подвал. Мне плевать, что мы в Симсе после работы в постель. А если... Ха-ха-ха-ха! Хорош! На самом деле, у него такое ощущение, что он более мыльный. Типа, без этого мода мыло мне он больше нравится, вот как у тебя выглядит обычные, типа, ну, четкие текстурки. Ну, меня устраивает, поэтому я... Из-подвал! Мне плевать! А это мыло. Типа такое мыльное мыло. Больше похоже на графику с PS3, нежели на графику нормального Симса на ПК. Ну, смотри, все-таки 4-ый Симс это больше стилизация, они же персонажи-то там мультяшные. Именно поэтому я там отказалась от альфа-контента именно в плане волос, да и во многих случаях и одежды тоже. Потому что выглядит максимально инородно. А то, что вот такая текстура волос у них называется Maxis Match. Это значит, что она выглядит, ну, не инородно в игре. А, она типа как пластиковая? Ну, да, да, мультяшная, стилизованная. А вот есть люди, которые прям реалистичные делают CC-контент на этот на Симс, и там у них прям Симы реалистичные. И что, и волосы анимированные? Нет, конечно, такие футажи даже тут показывали. Они просто становятся похожи на каких-нибудь, не знаю, персонажей-финалки. И ваше, что мы в Симсе. После работы в постель. А если вы вдруг захотите вызвать или самим стать суккубусом, то и на это найдется мод Ниса. Ни стыда, ни совести, ни ссылки. Однако, это не самое темное, чем можно заниматься в игре. Мод Extreme Violence позволяет творить такую жесть, что бассейн покажется цветочками. Я долго думал об этом и решил предложить себе начать жить вместе. Вы парни? Не знаю, не знаю, наверное, да. Нет! Обоживаюсь! Он ее захуярил. Я даже не знаю, для чего такие. Моды, тебя могут это сбить безумцы на машине. И моды девушкам. Особенно потешно читать их комментарии по типу Марина. Подскажите, пожалуйста, сколько длится эффект избиения? Гематомы, раны и тому подобное? Зачем тебе это? Ты больная? Но и на жестокости все не заканчивается. Название мода Base Mental Drugs говорит само за себя. Помимо обычных сижи, тут присутствуют вещества посильнее. Вы можете стать настоящим Волтером Уайт. Можно строить карьеру в барыне. С помощью мода. А еще есть Only Sims. Есть челлендж, короче, смогу ли обеспечить само витте по себе с помощью Only Sims. Ясно, понятно, конченый. Это я молчу от настоящим Волтером Уайтом. Просто, короче, мужчины в мужском мире неожиданно обнаружили, что вообще-то девушки тоже любят аморально веселиться. Я молчу о возможности стать дилером, то бишь Мариарти, и попробовать свой же продукт. Пацаны, меня накрыло. И ладно бы, если бы Sims на этом остановился, но многие также ставят мод Sugar Life. Он позволяет найти своего папика или мамика и участвовать во взаимовыгодных отношениях. Да. Блядь, как они хуево целуются даже. Он даже нос ее засосал. Это загличило просто. На самом деле там можно сделать так, чтобы прям целоваться реалистично. Ну ты вот про вот эти вот говорила, лица, да, анимешные? Ну да, видишь, какие у них волосы, текстура волос. Ну да. Неплохо смотрится. Не, неплохо, но когда у тебя половина персонажей в игре с такими, такого вида, а половина другого, как бы... Это найти своего папика или мамика и участвовать во взаимовыгодных отношениях. Он ей нос жует? Он жует ей нос! Все знают свою цену, но мне беспокоиться не надо, у меня уже есть папик. У меня для тебя подарок! Sims вообще славится своей странностью. А, блин, я когда вот буквально играла, я отвлекалась что-то от своего персонажа и думала, что за странные звуки? Почему? Какой-то мужик хохочет, а моя персонажка, у нее довольно низкий волос. Оказывается, она стоит на кухне и просто пердит и ржет над этим. Ну, ела, что ты делаешь? Женщина, прекрати! Она пердит и ржет, пердит и ржет! Ну, так как ты в жизни? Мужским голосом. Кстати. Ну? Бля. Меня спалили. Фанаты Sims делают своим Рим Ворлд. Это скорее Рим Ворлд. Просто-напросто скопировал Sims. Идеи этих модов не на вы. Как бы в Sims 3 было все то же самое. Начиная от антицензора. Антицензор заканчивая кроватью для проституции, которая... Ага, она вообще-то еще есть со времен... Она была еще и в Sims 2, и в Sims онлайн она тоже была. Ты ставишь, короче, кровать, и у тебя... это у себя покупал... Ну, покупаешь, ты, что у тебя появляется возможность, типа, спать с Симами за деньги. Например, во второй части был мод, который позволял вам жарить личинусов прямо на гриле. На гриле, Карл, а потом их есть. И ладно, мод и мод, но опять же, желание девушек в сети заставляет подумать. Валерия Няшная, помогите насчет игры в Sims 3. И я видела видео, как зажарить ребенка в Sims 3, а как в Sims'е. Твою же мать бабы, вы ебались. Так, маты не писать. Меня брат попросил ему 16 лет. Сам написать не может рука сломана. А вы знаете толк в извращениях. Шутки шутками, но возвращаясь на дно айсберга, по Sims 3 на форумах сидят настоящие PDF-файлы. Они открыто обсуждают, какие моды лучше и какие анимации больше подходят для того или иного. Я понимаю, что Sims сам по себе очень открытый и ко всему толерантный, но мне кажется, это уже вышло за рамки допустимого. Разработчики, конечно, пообещали в случае чего блокировать аккаунты таких игроков, но многие уже притрекают то, что подобное может положить конец всему модингу игры в целом. О чем тут говорить, если уже моды на фури фанаты начали печатать на дисках? Я не шучу, только посмотрите на эту садомию. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Также, если твой сим неудачный, которому они дают... когда я пришла в бар, а там вечеринка медведей. А я играю с человеком, а не медведем. В момент я расстроилась, что играю с человеком. На хрена ты начала играть с человеком? Ну, я всегда играю людьми. Я должна бы хоть где-то побыть человеком. Ты в жизни человек. Нет. Да. Я решительно это отрицаю. Я медведь. Ты в душе медведь. А снаружи-то ты человечка. Разгоняет мне какую-то чушь. Не слушайте его. Но ему очень хочется. С помощью мода Изел Флирти Пейтингс он начнет рисовать особые 34 картины. И одного такого художника мы тоже все прекрасно знаем. Придумит алсмейшка снять. Спасибо. И если не брать в расчет всю бесовщину игры, то Sims не такой уж и плохой проект. Конечно, если не смотреть на количество выпущенных DLC и их общую цену. Сколько? В медиаполе Sims нарастил себе много скандалов. То на презентации Sims 5 показали всего лишь одного негативного человека. За что разработчики тут же побежали извиняться в твиттере. То, что на игре недостаточно темные варианты оттенков кожи. Или же электроники вначале боялись выпускать свадебные DLC в России, но в итоге их переубедили. И глядя на все это, я задаюсь одним вопросом. Они удивляются, если, собственно, сама Sims запустилась с того, что, короче, на презентации просто показали, как лесбиянки целуются. Осуждая на всякий случай. Эту игру Electronic Arts вообще не ставили. Почему играют именно в Sims? Ведь уже сейчас делаются примерно три аналога. Корейский Sims Инзой от разработчиков PUBG. Live by U от бывшего разработчика Sims 2. Корейский Sims Инзой от разработчиков Ну, я не знаю, почему это неудобно уберечь ком. Сейчас делаются примерно три аналога. Корейский Sims Люди уже об этом говорят, что там системные требования заоблачные, оптимизация сосет. И тем этим большим ютубером, ну, блогером по Sims и по симуляторам жизни, в принципе, которым присылали ну, игру, ну, типа, дали ключи на игру вместе с ключами, дали мощные компы. В этом созналась одна из них. Заебись, а можно мне так же? Настолько они хотят свой симулятор жизни раскрутить. Это просто футаж такой. Суть в том, что... Я видела ролики, там гораздо больше нагрузки на компьютер. Я к тому, что не вижу я тут какой-то сверхъестественной графики. Тут просто все в темноте. Не вижу я тут сверхъестественной графики, не вижу текстурированной одежды, ни внизу, ни вверху, не вижу сверхтекстурированных Ты по одному кадру судишь, я тебе ролики накидала, я тебе ролики кидала, ты не смотрел, что ли? Даже если смотрел, я не помню уже, как четко там все выглядело. Люди говорят, что компы взрываются от него. Я и не говорю, что это неправда, я говорю, какого хуя, она не выглядит, как что-то на уровне даже хотя бы киберпанка. Ты судишь по этому кадру? По этим вот кадрам, по этому чисто футажам, тут все очень потраченное, по сравнению с тем, как выглядит геймплей, как выглядят их геймплейные ролики. Почему-то, я не знаю, почему. Это разработчиков PUBG, Live by U от бывшего разработка Sims 2, а также студии, создавшие Stellaris и City Skylines и Paralives, которую Sims 2 даже Paralives для меня выглядит лучше. Не знаю, мне нравится наоборот, как она выглядит. Я не знаю, что размытие убрать. Ты людей там не видел. Также студии, создавшие Stellaris и City Skylines как фазмофобии. И жуткие. Ну Paralives чисто мультяш, знаю. Ну Paralives это чисто инди-проект, они на краунфандинге собирают на него деньги и она будет free to play. От того, что она мультяшная, она не становится плохой. И Paralives, которую делают 10 человек. Причем из-за такой стилистики она может жить гораздо дольше, чем первые два проекта. И City Skylines и Paralives, которую делают 10 человек. Немало. Глядя на эти игры, кажется, что наконец-то будет... Спасибо, за два месяца на путь. Не, ну ладно, графика-то неплохая, но все равно я вижу, что она здесь неплохая, но я не веду к тому, что она... я веду к тому, что она не настолько крутая, как в некоторых новых играх, где прям четко видно всю текстуру в том же... в той же Dragon's Dog. Для симулятора жизни это очень крутая графика. Я тебе говорю. Возможно, но она не должна так лагать. Мне похуй, что это симулятор жизни, Настя. Я говорю про игру компьютерную, в которую люди играют. Для компьютерной игры это не супер крутая графика. Она не должна так лагать. Если там открытый мир и причем еще и куча всяких активностей запихнут, как было в 73-м, то здоровье погибшим. Просто. Это невозможно нормально оптимизировать. Возможно. Имея кучу активностей и плюс открытый мир одновременно. Возможно. ММО как-то работают, куча ААА-проектов с твидом от первого, третьего лица тоже как-то работают, и все это как-то работает и функционирует. И мир там не статичный, там в мире тоже происходит всякое. И квесты двигаются, и активности двигаются, и в ММО все работает в это время тоже одновременно, как и здесь. Суть моего спича к тому, что они хуево в оптимизацию делают. А Sims вообще как показатель оптимизации так-то очень, ну, типа, как пример это вообще ничто. По моему мнению. Я думаю, проблема Sims только в том, что Electronic Arts ни хера нормальную оптимизацию не сделали, а не в том, что он такой весь перегруженный, если честно. Sims устроен просто по-другому. Ну, сделан уебански. Нежели те же самые ММО. Ну, значит, сделан уебански. Это то же самое, что говорить, ебать-ковырять, какой клевый Ендер-Симулятор, ебать-ковырять, как он нагружает компьютеры, а нагружает-то он из-за одной зубной щетки, которая воткнута в стену, в которой миллион полигонов. Нет, нет. В ММО есть целый абсолютно раздел и режим, в котором можно буквально до подробности построить целую локацию. Ну, в некоторых есть дома и прочее. С кучей айтемов. И при этом с помощью внутриигровых инструментов это все настраивать. Есть такие выживачи, есть такие игры с открытым миром, где ты тоже полностью дом можешь строить и где будет тоже куча айтемов. Я ни в какой игре такого не видела, что есть в серии Симс. Если бы это так было, они не были бы так успешны. Но я спорить не буду. Суть в том, что Симс как бы просто сочет... Ты просто так со мной споришь, как будто ты какие-то часы в Симс наиграл, он даже в него почти не играл. А ты так споришь со мной, как будто бы разбираешься в играх лучше, чем я. Я больше имею представление о некоторых играх, чем ты имеешь представление о Симсе. Я тебе просто так скажу. Но дальше я с тобой спорить не буду. Поехали дальше. Я их не оправдываю, просто я хотела сказать, чему ты мне просто не дала сказать, что это довольно сложно усидеть на всех стульях. Но я не говорю, что это невозможно. Скорее всего, дело в том, что у разрабов просто нет опыта. А Симс 4 такой, какой он есть, потому что его срочным образом переделывали из онлайн проекта. Возможно. Невозможно, а точно. Это давно известно. Но суть того, что это... Поэтому они там мультяшные. Это игра в открытом мире. Таких игр в открытом мире с более хорошей графикой гораздо больше. Да, может быть, с некоторым более... с некоторым не таким широким функционалом в плане постройки, а в некоторых есть и тоже и постройка, и обустройка хат, и куча помещений, и куча неписей. Можно переключиться на любого другого персонажа, и чтобы им играть и сразу ими несколькими. А как это нагружает компьютер? Планировать для них кучу действий. Это никак не нагружает компьютер, Настя. Это графика... В плане графики никак не нагружает ничего. Тебе так скажу. В GTA можно переключаться с одного персонажа на другого, а их там три, и тебя прям перекидывает с одной локации в другую локацию. И они живут, и они в разных местах появляются. Но игра по графике явно лучше, чем в Sims 3 и Sims 4. Когда в 3-м Sims ты переключаешься с одного персонажа своей семьи на другого персонажа, допустим, своей же семьи, у тебя нет никаких загрузочных экранов. Как и в Sims 4, как и во втором в Sims. Ну, так в GTA зависит от компа. Тоже не всегда оно есть. Если у тебя нормальный комп и грузит быстро, то тоже не будет. Нет, в принципе, вообще тебя просто кидает из одной локации в другую и всё. Если они в разные... Ну, только в этом случае, допустим, в двойке, четвёрке есть загрузочный экран. Переход-то какой-то всё равно есть. Ну, если вы находитесь оба дома, никакого перехода нет. Ну, конечно. В Балдургейте чё, по-твоему, есть какой-то переход, когда ты играешь четырьмя персонажами. А там тоже открытый мир, например. И графика намного лучше. Я не буду с тобой спорить ни в чём. Я понимаю, что там много деталей. Но по подробности проработки, именно как симулятора жизни с Sims'ом, для меня ещё ни одна игра не сравнилась, чтобы я про них не узнавала. Даже другие симуляторы жизни. Ну, хер знает. Мне кажется, всё-таки тут ещё очень много на криворукости. действительно хорошо можно было оптимизировать, то карту мультяшности бы многие не разыгрывали. Для того, чтобы не нагружать их него. Не исключено. Но опять же, эти футажи мыльные, те футажи, которые видела, гораздо лучше. Тут качество, такое ощущение, что не хватает. Нет, оно видно, что... Либо downgrade, ну или графику, чтобы компьютер вывозил. Оно видно, что оно мыльное, но текстуры на одежде и прочее. То, что я видела, гораздо более графонистая. Это реалистичная симуляция жизни. Ведь мультяшная графика в Sims уже поднадоела. Но знаете, я не вижу в этих играх какого-то шарма. Вы вообще знали, что в Sims есть сюжет? И не просто сюжет, который девушки выдумывают сами про своих симов, хороняя их под колёсами грузовика и придумывая драму измен. Нет, прям реальный сюжет персонажей, идущий из части в часть. Лично я такого не знал, когда играл на PlayStation 3. Да, у меня есть свой опыт игры в Sims. Когда я играл на третьей плойке, я думал, что играю в ту же версию, как и все. Но нет, лишь когда подрос, узнал, что версия для PS3 была совсем другая. Со своей системой кармы, мистикой и абсолютно другим городом. И знаете, мне нравилась. Игра по-настоящему удавалась. Да, в Sims для каждой платформы сильно мог отличаться. Господи, за что? Кстати, Сидмак я часто смотрю. Она прикольно строит, прикольные ченнжи выполняет. Этот, ну, как и, допустим, говорят про Sims, также и в этих каких-нибудь FIFA и всяких, ну, UFC еще ладно, более или менее, но, допустим, я не знал, что в той же FIFA есть какой-то там сюжет тоже из какой-то части появился. А там есть, типа, карьера, где ты отыгрываешь сюжет персонажа. Также и Sims для меня тоже такой смысл. Для меня это не удивление, файтинга же есть сюжет, почему не может быть спортивных симуляторов. Ну, файтингах сюжет есть уже довольно давно, а в футболе оно тоже еще раньше появилось, как я понял. Я имею в виду, в свое время. Почему его не должно быть? Если его можно прикрутить, его прикрутят. Раньше не было. В какой-то момент для меня это было в новинку все. Это про... Сюжет делается для того, чтобы челы, у которых нет друзей, тоже купили игру. Все. ...почувствовать эту любовь между симами. Иди сюда, мой геймер. И я бы в тебя подключился. Также она мотивировала меня саморазвиваться в реальной жизни. Ну че, лох Майзенберг, работаешь? Работай, тварь. И, конечно, доставляла много веселых моментов. Ну и, короче, я захожу и как-то в бар. И, в принципе, я понимаю, почему в нее играют так много девушек. Конечно, не беря в расчет подключения во все и вся с PDF-форумами и так много девушек. Конечно, не... Да, я просто пытался понять, кто вот там пляшет. ...беря в расчет подключения во все и вся с PDF-форумами и прочей нечистью. Главное, помните, что жарить и на гриле в Симсе не самая лучшая идея. Это было довольно... Я бы еще немного посолил. Просто больные на голову люди. Азовно Рейден. Попросту больной человек. Аккуратнее играйте в Симса. С вами был Майбенберг. Че? Обожаю и люблю вас. У деда там акромегали. Целую, ибо всех бы подключился. Ну ладно, забавно, неплохо. Спасибо за просмотр. Увидимся.